Мы не понимаем, насколько мы, если мы думаем об единстве, насколько мы этим вызываем исправление. Мы забываем об этом, мы не хотим этого, потому что это буквально обратно нашему состоянию эго. Только не это. Все, что угодно я готов делать для меня, это точка. Я не хочу ее, я не вижу ее. Я могу смотреть на нее и не быть сфокусированным. Так что зависит от человека, чтобы находиться в этом фокусе? Еще раз. Что зависит от человека? Что я могу сделать, чтобы оставаться в фокусе? Делать механические действия без желания в группе, потому что и сами механические действия приводят и вызывают окружающий свет. Мы поэтому находимся в таком мире, где можем совершать эти ложные действия. Я не люблю тебя, я ненавижу тебя, я вообще кто-то, что ты, вообще ничтожество. Но я говорю, у меня нет выбора, я начинаю с тобой обниматься. Обнимаюсь, я обнимаюсь, я обнимаюсь, я обнимаюсь. Ой, я не хочу, и не хочу, и не хочу. Но обнимаюсь, и вдруг я начинаю чувствовать, что мое отношение начинает меняться. Так ничего нельзя сделать. В духовном нет такого. В духовном мире нет, только на этом низком уровне этого мира. В духовном ты не можешь обниматься, если ты не чувствуешь, что ты хочешь обнять его. Там желание и действие — это одно и то же. А у нас нет. У нас желание и действие — это две разные вещи. Я могу действовать каким-то образом без желания. И тогда приходит свет и исправляет мое желание, чтобы оно соответствовало, чтобы отвечало действию. Вот эта возможность, она есть только в нашем мире. В мире лжи, но здесь именно вот эта ложь, она нам во благо. Так ничего нельзя сделать? Да, ничего не сделаешь, давай обниматься. Ну, это то, что я говорю. Как можно находиться в группе и надеяться на то, что свет что сделает? Не то, что надеяться. Делай действие, свет постоянный. Сколько бы ты ни... Насколько ты вкладываешь, настолько он светит. У него есть время? Он может ждать? Нет времени, но каждую секунду, когда ты не делаешь то, что ты должен сделать, и ты не сделал, этот свет действует, светит тебе через Ахураем. Если ты не обратился к нему через Паним, находишься Ахураем к нему, то он светит тебе через Ахураем, а не через Паним. И через Ахураем, когда он светит, по этой инверсии ты чувствуешь зло вместо добра, и это пробуждает тебя. И в итоге ты становишься делать... делаешь добрые действия. Так почему человек иногда находит себя в том же самом состоянии? Снова, как будто бы, в том же самом состоянии. Потому что он не действует то, что говорит ему свет, и снова Ахураем, и снова, и снова Ахураем. Пока эти Ахураем становятся такими большими, и он страдает, и уже не знает, что делать, и спрашивает, почему, и для чего, и начинает тогда понимать, что это потому, что он должен что-то сделать. Эти Ахураем, это не просто мне плохо, Ахураем, они каждый раз проявляются в другом оттенке, в другой форме. То мне не хватает немножко здоровья, то настроения, то разочарования, то это приходит со стороны честолюбия, стыда, очень сильного разочарования. И я уже начинаю, уже все достаточно, я уже не хочу так продолжать вести себя. Я должен здесь что-то изменить. Удар не по силе, а по качеству своему влияет на человека. Я могу ограничиться, сократить свой бюджет еще на тысячу шекелей, ладно. Но я не могу выдержать удар по самолюбию.